Всем доброго времени суток, вы на канале ХД. В сегодняшнем видео мы с вами отправимся исследовать увлекательную, но одновременно жуткую и атмосферную вселенную легендарной Silent Hill. Используя наш магический инструментарий, мы посмотрим на игру под новым углом и узнаем, что интересного скрыто за кадром. А пока что, усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаечек и мы начинаем. И по традиции начнем с главного меню. Очистим худ и включим свободную камеру. И как окажется, что данная комната находится внутри большой текстурной коробки. Рядом мы сможем найти еще одно место, которое позже будет использовано для главного меню. В первой сцене игры, когда внимание игрока сосредоточено на руках главного героя, можно отдалить камеру и увидеть, как у Джеймса происходит припадок. Однако вскоре его отпустят, и сцена нормализуется, если конечно не считать висящее в воздухе зеркало и застывшую картинку в нем. Пролетев камерой внутрь нашей машины, на задних сиденьях будет накрытое тело нашей жены. Но как и следовало ожидать, под простыней никого не окажется. Нырнув под карту, там можно найти интересные картинки, которые обычно используют для скайбокса. Сам же скайбокс выглядит вот так. Как окажется, это не две разные таблички, а одинаковые, просто немного перевернутые. Дорога, по которой мы приехали, окажется довольно длинной, хотя игрок честным способом попасть сюда не сможет. Перед ранчо мы встретим табличку Сайлент Хилла, и внутри него можно найти еще одну, только уже со старым шрифтом. И эта табличка также окажется двусторонней. Блуждая по городу, мы наткнемся на первого монстра, который заспаунится в тумане, а после телепортируется неподалеку и встанет в ожидающую позу, до тех пор, пока мы не наступим на триппер. В самом городе за кадром смотреть особо нечего, так как большинство домов и закрытых комнат будут попросту пусты. Хотя иногда, конечно, встречаются какие-то объекты, но особого интереса они не представляют. Как окажется, Джеймс у нас модник, и носит обувь фирмы Тимберланд. Тела, которые мы будем периодически встречать по городу, используют модельку Джеймса. В баре, когда вы достанете квестовый предмет, а за спину игра вам скинет монстра, можно не отпускать из рук монету, и монстра вас не тронет. Иногда монстры и сами будут ломаться, и заливать кислотой все вокруг, не замечая вас. Периодически Джеймс будет засовывать свою руку в самые необычные места, и с каждым разом ее придется заталкивать все глубже и глубже. И в одном из моментов, по моему скромному мнению, Джеймс сильно перестарается. После того, как мы починим музыкальный автомат и пластинку, которая, судя по надписи, была сделана в аду, начнется катсцена, где мы сможем увидеть в Т-образной позе нашу жену. В жилом комплексе нас будет поджидать еще одна сцена, когда за решеткой нам нужно будет забрать ключ, но наглая Лора выбьет его из руки и за кадром навернет круголя через стену. В этой же локации нам наконец-то в руки попадет пистолет, и осмотрев его более тщательно, окажется, что внутри он детализирован достаточно хорошо, хотя, как вы понимаете, игрок этого никак не сможет увидеть. А также на стволе можно найти выцарапанные символы. Является ли это пасхалкой, или разработчики сделали это случайно, я не знаю. Далее по сюжету мы встретим Эдди, обнимающегося с туалетом. В самой сцене ничего необычного мне найти не удалось, но меня удивило то, что когда Джеймс закрывает дверь, Эдди не исчезает, как обычно это происходит. А у него есть целая прописанная анимация ожидания, хотя игрок этого никак не сможет увидеть, так как дверь становится неактивной, и зайти к нему повторно нельзя. Чуть позже его, конечно, закинет под землю, где он будет ждать своего скрипта. Ну и раз мы оказались под локацией, то неподалеку можно найти и самого Джеймса, а также модельку робота. Такие манекены обычно являются стандартными модельками движков Unreal Engine, и либо ее просто забыли тут, или что-то тестировали, например анимации. Получив ключ от комнаты 201, мы найдем квестовый предмет, и увидим новую сцену. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В сцене с Анджелой особо интересного ничего нет, разве что в самом конце она выбежит за дверь и замрет в странной позе. А пока Анджела дурачится за кадром, я заметил, что Джеймс, подбирая какие-то предметы, за кадром загибает один палец на второй руке. После того, как мы познакомимся с Марией, в какой-то момент ее анимация может сломаться, и она превратится в SCP-173, и будет телепортироваться нам за спину, когда мы на нее не смотрим. На самом деле, со стороны это выглядит довольно жутковато. Также хотел бы напомнить, что если вы не хотите ждать новую серию, а хотите изучить за кулисей игры самостоятельно, то нашу модификацию для данной игры, а также многих других, вы сможете найти на моем бусте. А сегодня на этом все. Спасибо за просмотр и скоро увидимся.